Всем привет, с вами Рубин Гик и сегодня у нас топ 3 аниме. Если ты впервые на канале и не знаешь еще какое аниме глянуть на этих выходных, то это топ специально для тебя. С вас лайк, подписка, комментарий, с меня регулярный и качественный контент. Ну а мы начинаем, погнали! Итак, третье место. Моя Геройская Академия. Миссия Мировых Героев 2021 года. Сюжет. До разрушения мира остается 2 часа. Таинственная организация, стремящаяся уничтожить людей с причудами, объявила о минировании различных объектов всему миру. Профессиональные герои и студенты, проходящие стажировку, пытаются найти бомбы. Деку, Банку, Кугу и Тодороки встречают Роди, мальчика, живущего в передвижном доме, и начинают работать вместе. Так, это спин-офф сериала Моя Геройская Академия 5. Связана она с мангой No 3XHubs, Suits, Tabi, Dachi, OVA. Анимация в студии Бонус. Формат полнометражка. Релизы проходили 6 августа 2021 года. На Blu-ray DVD вышел 15 февраля 2022 года. Будет только бонусный эпизод. На Blu-ray DVD издание фильма будет также 15 февраля 2022 года. В общем, читательский рейтинг у него 100 из 100. И эндинг к нему, Эмпати, исполняет Азиан Канг-фу Генеральшн. Погнали дальше. На втором месте в нашем супертопе это аниме под названием «Сильнейший герой, обученный в тайном подземелье». Данное анимешка у нас про что? Про парня, который жил да был в фантазийном мире с редким даром. Получать ответы на любые вопросы прямо из воздуха. Единственный недостаток, вместе с ответом приходит невыносимая головная боль. Если в этот момент Нору не целуется с девушкой, но подругу у героя есть, так что он использует свою способность и ее губы, чтобы прознать, как же ему стать самым крутым приключенцем. Ответ приводит его к великой воительнице, запертой в секретном подземелье. И та делится с ним толикой своих способностей. Учит создавать что угодно из ничего или трансформирует все, любое. Разве что на использование способностей надо тратить жизненные силы. Этакий особый вид маны, который пополняется плотскими утехами. Анимацией занимаются Окуруту Нобору, Формат ТВ, 12 эпизодов и релиз, 8 января 2021 года Сайт Аниме Ньюз Нетворк Читательский рейтинг у данной анимешки 70% Итак, самым топовым аниме на этой неделе у нас становится Обитель зла, бесконечная тема Это японский естественно аниме сериал, основанный на франшизе Resident Evil, компанией Capcom и созданной студиями TMS Entertainment и Quaid Beacon Первый сезон вышел на Netflix 8 июля 2021 года Сюжет Действие первого сезона сериала происходит между событиями игр Resident Evil 4 и Resident Evil 5 Леон Кеннеди расследует хакерскую атаку на Белый дом и сталкиваются с зомби В то же время Клэр Рэдфилд изучает странный рисунок, сделанный ребенком беженцем во время работы над миссией под руководством TerraSafe По наблюдению за строительством объекта социального обеспечения Роли озвучивают Леон Кеннеди, Тоси Юки Морикава Это японский аник Апостолидес, английский Клэр Рэдфилд, Юку Кайда, Стефани Паниселла Японский аккор и английский соответственно Джейсон Фумихико Татики, Рэй Чейз Шэн Мэй озвучивал Мэгуми Хан, Джона Сяо Патрика Кэнди Нодзима, Билли Камец Уилсон, Аруно Тахара, Даг Стоун Грэм, Кадзухико Иноуэ, Джо Джей Томас Райн, Митсуру Огата, по-английски Брэд Вэй Нейбл Список серий, серия номер один в 2000 году Так пробежимся немножко по каждой серии Эпизод 1. В 2000 году американский вертолет сбит со стороны Пенамстан. На его экипаж нападают местные жители. Отряд бешеных псов приземляется и пытается спасти команду. Шесть лет спустя Клэр работает гуманитарным работником в Пенамстане, где обнаруживают намеки на то, что выжившие в продолжающемся конфликте подверглись воздействию биоорганического оружия. Премьера была 8 июля 2021 года. Второй эпизод. Леон, Джейсон и Шэн Мэй направляются на своей подводной лодке в китайские воды, пока Клэр исследует, что случилось с бешенными псами. 8 июля 2021 года. Третий эпизод. Клэр исследует дом последнего выжившего из бешеных псов, не считая Джейсона, который уже покончил с собой. Выявлено, что солдаты отряда заразились во время своей миссии в Пенамстане. Тем временем Леон следует за Шэн в дом ее деда. После того, как он прибивается внутрь, выясняется, что брат Шэн был солдатом, спасенных бешенными псами, но он уже был заражен вирусами. 8 июля 2021 года. И четвертый эпизод. Клэр просыпается в лаборатории после того, как ее схватили люди Вилсона, в то время как президент Грэм готовит мирное соглашение с правительством Пенамстана. Уилсон показывает, что он развводит суперсолдат, чтобы использовать их против врагов Соединенных Штатов. Затем Уилсон пытается убедить Клэр сотрудничать с ним, но она отказывается. Так же было 8 июля 2021 года. Собственно, такой топчик у нас получился на этой неделе. Лично я для себя выбрал анимешку, которую я посмотрю следующую. А если вы выбрали, то напишите об этом в комментариях. Ставь лайк, пиши комментарий, подписывайся на канал и делай репост данного видео. Ну а с вами был Рубин Гик, всем добра, всем пока, ай.